Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом из Москвы! Шалом из Москвы! Из Москвы! Такой город, да? Которому тысяча лет, где-то полторы тысячи, где-то около тысячи лет в Москве. Вот, а мы изучаем Тору. События, которые сейчас, вот описываемые события, которые мы сейчас изучаем, происходили мы можем до года сказать, но я вам скажу сейчас приблизительно. Три тысячи триста лет плюс четыреста три семьсот. Где-то это происходило три тысячи шестьсот лет назад. Три тысячи шестьсот лет. Плюс-минус. Плюс-минус сто лет. Значит, три тысячи шестьсот лет назад Яков Яков который он, можно сказать, он третий из праотцов, но он прародитель народа Израиля, потому что он получил имя Исраэль Как раз вот сейчас мы прочитаем, что с ним было сегодня Значит, всем шалом, доброе утро И мы читаем сейчас очень, еще раз изучаем как раз моменты через которые мы видим вообще законы законы семьи, законы взаимодействия законы бизнеса законы, самое главное, человеческих отношений Я даже хочу сегодня сказать очень важную такая штука была вчера у меня. Вчера я потерял свой ну, такой бумажник с документами с израильскими, со всеми с карточками разных банков да И вот, значит, я потерял этот бумажник где-то я забыл его в машине он у меня выпал, в такси И потом меня нашел специально он меня искал там, нашел через соцсети на бумажнике, ну, было имя, фамилия но можно было, значит, найти только через соцсети и, значит, какой-то парень он нашел и приехал специально еще он ехал привез мне бумажник и я говорю, как, может, тебя как-то отблагодарить? Он говорит, не надо мне люди делали много добрых дел в последнее время я считаю, что у меня есть долг тоже делать добрые дела и я сделаю тебе добрые дела и Тимо его зовут я даже не понял, кто он Тимо такое имя непонятно, кто по национальности но неважно, он хороший, добрый человек которому я очень хочу, чтобы Бог ему тоже помогал и чтобы вот эта вот серия добра чтобы она стала намного больше, чем серия зла потому что есть люди, которые делают зло и те, кто получили зло у них есть прям подцепная реакция они хотят сделать зло и так вот идет негатив так идет всякая такая там хейтеры, да люди друг друга ругают а есть люди, которые делают добро идет параллельно этому разворачивается цепочка добра в мире же есть две вот этих цепочки, да цепочка зла, цепочка добра и очень было бы отлично если бы вот прям добра было много потому что мы все хотим получать добро всем приятно, когда ты потерял вещь, люди тебе ее вернули всем приятно, когда когда честные взаимоотношения между людьми когда люди любят друг друга любят своих детей, любят своих жен любят своих вообще свою страну то есть жить в любви это намного приятнее, чем жить в ненависти и сейчас последнее вот для урока чтобы начать с шутки я вчера видел такую шутку, что есть такие родители, которые воспитывают своих детей методом кнута и пряника да кнута и пряника так у них дети потом вырастают толстыми и побитыми значит если они пользуются методом кнута и пряника пряниками они их закармливают а кнутом они их бьют и дети потом толстые и побитые хорошо значит мы читаем сейчас отрывок когда Яков, как мы знаем он пришел пришел он к своим родственникам и увидел Рахель и хотел на ней жениться и сказал папа, что ты давай работай и значит он начал работать и вот мы читаем сейчас, что было дальше очень интересно я только сегодня думал я эту историю читаю уже 20 лет каждый же год Тора читается заново весь цикл и ты читаешь, изучаешь изучаешь комментарии обсуждаешь вот каждую неделю значит одну недельную главу каждый день по кусочку как мы учим но каждый год она тебе открывается какими-то новыми смыслами вот сегодня у меня вдруг открылся мне такой смысл ракурс я никогда в этом не думал Яков он воспитывался в очень богатом доме мы знаем, что Ицхак он был очень богат его даже выгнал это царь филистимлян у них были стада колодцы, рабы то есть он был как можно сказать золотая молодежь да, такой сын олигарха и сын олигарха сын священника сын очень духовного человека и вот он его родной брат хочет его убить второй сын олигарха золотая молодежь знаете такие ну второй был такой более типичный он значит охота женщин насиловал значит это Исаф такой был убил Немрода на дуэли можно так сказать и значит и тут Яков попадает в дом к своему дяде родному дяде без ничего и дядя ему говорит вот значит работай да, работай пастухом он говорит хорошо и тут дальше написано и полюбил Яков Рахель свою двоюродную сестру и сказал своему дяде буду я работать на тебя 7 лет за Рахель твою дочку младшую так он ему сказал значит отвечает ему Лаван его дядя и сказал Лаван хорошо лучше отдать мне ее тебе чем отдать мне ее мужу другому живи у меня живи со мной он ему говорит все отлично договорились ты работай паси и следующий отрывок и служил Яков за Рахель 7 лет и были у него в глазах эти годы как как несколько дней потому что он ее сильно любил значит он пас этих овец на дальних на дальних пастбищах и занимался в это время духовной работой медитацией учил Тору общался со Всевышним молился занимался своим духовным ростом мне очень интересно было бы узнать чем он занимался как проходили его дни потому что все-таки 7 лет даже если они были в его глазах как несколько дней но по календарному режиму это было 7 лет и он 7 лет один в полях с овцами значит он чем-то занимался было бы представьте это надо тоже понять после того что он до этого был сыном олигарха и жил в шатрах с рабами тут он пастух все отработал и прошло 7 лет и здесь очень важный вот этот момент что это были у него несколько дней потому что он любил ее из-за любви его к ней то есть он был наполнен любовью здесь очень важный момент что человек он все время наполнен внутри какой-то эмоцией эта эмоция является индикатором того индикатором того значит эмоция является индикатором того о чем ты думаешь что происходит в твоей жизни как ты к этому относишься и твое эмоциональное состояние оно как сигнализирует как температура тела физическая символизирует температура тела физическая символизирует есть ли в теле воспалительные процессы или нет то точно так же эмоциональное состояние это внутреннее эмоциональное как состояние да это ощущение назовем эмоции это ощущение оно сигнализирует о том что у тебя сейчас в данный момент на душе в интеллекте в твоей жизни и он был мы видим отсюда что Яков был наполнен 7 лет любовью и они из-за этого они были у него как несколько дней это как раз Эйнштейн говорил когда Эйнштейн объяснял что такое теория относительности он говорил так что для для влюбленного молодого человека час со своей невестой это как одна секунда а для человека который сидит на раскаленной плите для него одна секунда как целая вечность вот он как раз через любовь видите Эйнштейн видно отсюда это прочитал что когда человек наполнен любовью для него 7 лет как несколько дней а когда он сидит на раскаленной плите или когда он гневается на что-то когда он злится для него это превращается как вечность то есть гнев его переносит в состояние когда он ненавидит все в этот момент забыв и о том что было хорошо и что было плохо и так далее то есть гнев человека он понятно да как на раскаленной сковородке Значит, и пришел Яков к Лавану, к своему дяде И по поводу говорит, давай мне уже все, давай мне мою жену Уже исполнились 7 лет, я должен быстрее к ней войти Значит, должен я к ней войти, здесь в этом есть очень важный смысл У Якова было пророчество, что от него должен пойти еврейский народ 12 сыновей То есть 12 сыновей, 12 колен Ему же к тому времени было около 80 лет, между прочим И он говорит, сколько ждать уже можно, все, срочно, давайте, надо жениться И здесь вот я вот этот отрывок, вот почему Тору надо учить от того, кто учил от того, кто учил от того, кто учил от Маше Раббену, так до Моисея Я учил, мне повезло, 5 лет, я ходил на уроки по недельным главам по Торе к Равыцко-Кузильберу за царь И вот этот отрывок, он говорил, на этот отрывок есть одно предание Предание, которое устная Тора идет с тех времен Вот смотрите, в Торе написано так, 22 отрывок И собрал Лаван, всех людей, места этого города, в котором он жил, в городишке И сделал пир Значит, когда человек устраивает свадьбу, то как обычно происходит? Обычно происходит наоборот Он устраивает пир и приглашает на него, собирает всех гостей Но Лаван, это вот, это то предание, которое я слушал от Равыцко-Кузильбера Значит, Лаван, он же был хитрый, он был очень хитрый, аферист, он был местный аферист такой, да? И он, мы дальше увидим, почему он был аферист Он собрал в начале людей и говорит, эх, говорит, жалко, говорит, что Яков такой хороший человек Вот вы же знаете моего племянника Якова? Он же какой добрый, святой вообще И он уходит от нас, он от нас уходит, все Люди говорят, как, не может быть, когда цадик живет вместе Говорят, что в то время, когда Яков там жил, то волки не нападали, там люди не болели То есть от цадика, от праведника идет очень большая защита на то место, где он живет И люди говорят, как же такой цадик-то уходит? Лаван говорит, а что, ему жениться надо Ну, как бы, надо ему жениться А люди говорят, ну, надо же как-то ему помочь Лаван говорит, ну, давайте как соберем деньги, устроим пир А я уже свою дочку ему отдам в жены Так он с них собрал в начале людей, собрал с них деньги А потом на эти деньги устроил пир Это вот то, что здесь, как бы, есть предание на этот отрывок, как он поступил, Лаван Да, он был очень большой хитрец Собрал людей, а потом сделал пир И устроил пир И было вечером, и взял он этот, напоил он всех, значит, праздник, гулянка, все Все празднуют, темно, темнота, не было электричества тогда Темнота, какие-то свечи, фатила какие-то, ну, костры там Очень было темновато И он, значит, уже когда дотянул до момента, когда уже вообще темно, темно, темно И взял он Лею, свою старшую дочку И он ее привел к Яакову Значит, дальше чуть пропускаю И было утром И вот он видит Яаков, что это Лея Он хотел жениться на Рахеле Он за нее отработал 7 лет Представьте ситуацию И тут он утром просыпается Лея И сказал он Лавану Что это ты, говорит, сделал мне? Разве я не за Рахелю тебя работал? Зачем ты меня обманул? Он ему говорит Зачем ты меня обманул? И сказал ему Лаван Он говорит, Лаван, ну, слушай, у нас обычаи Не делается так в нашем месте Он говорит, а ты что, не знал? Чтобы дать младшую замуж перед старшей Так не делается? У нас есть обычаи Все, ты что, не знал? Говорит, ладно Ты что, ничего страшного Значит, сейчас неделю мы празднуем пир Заканчиваем свадьбу со старшей И я тебе дам также через неделю младшую Еще за 7 лет То есть, должно быть честно Все, еще 7 лет отработаешь И все Представляете? Аферист-аферист такой, да? И написано И сделал Яаков так И закончилась эта неделя И дал ему тогда Лаван Рахель Свою дочку во вторую жену И дал ему также За каждой из них он дал служанку Которая тоже, это были его дочки Только от наложниц У Лавана было целый гарем Он дал еще двух дочек Как служанками То есть, дочки от рабынь Назывались наложницы Дочки от наложниц Назывались рабынями Служанки Дал каждой по служанке И дальше, секунду Я на этом сейчас на свадьбе Чуть остановлюсь Значит Лаван действительно был Аферист-аферист То есть, он был хитрец Но здесь мы отсюда видим Очень то, что он называет На востоке карма Значит, в предыдущей главе Мы читали Как Яаков переоделся в Эйсава О, вот это правильно Дмитрий заметил Яаков только что Переоделся в Эйсава И получил у отца благословение То есть, он получил благословение И когда произошло Зеркально то же самое Когда ему вместо Младшей сестры Которую На которой он хотел жениться Дали старшую Которая должна была жениться Выйти замуж за Эйсава По идее Он получил точно К нему вернулось точно То, что он сделал И поэтому он и принял это С любовью Он сказал Все, я понимаю Значит, это такая моя судьба То есть, нигде не написано Что он возмущался Что он ругался То есть, он принял это Как Ицхак Когда уже произошло событие Он принял это Как волю Всевышнего И сказал, что Тот, кого я благословил Будет благословлен Также Ицхак принял Волю Всевышнего И не возмущался Мы видим в этом Очень большой для нас тоже урок Потому что то, что уже происходит Это все уже Это все делает Бог Теперь, то, что На нас Как бы Ответственность Да То, что мы раньше делали Сейчас оно пришло Результат того, что мы раньше делали То, как мы сейчас Отреагируем на то, что происходит Это корень и причина Того, что будет дальше Здесь очень мне нравится Метод Равшалом Аруша Конкретный метод Когда с человеком происходит Что-то неприятное для него Он должен Первое Он верит Должен, что это от Бога Он говорит, я понимаю, что это сделал Бог Хозяин мира Творец И мне не нравится То, что происходит сейчас Но ведь это же Творец Это Бог И он лучше знает, что лучше Это Как я могу против Бога идти И второй этап Когда ты понимаешь Что все от Всевышнего Тогда ты должен Всевышнего благодарить То есть ты вместо того Чтобы возмущаться Гневаться Ты с благодарностью Второй этап По Равшалу Марушу Ты говоришь Спасибо тебе Всевышний За то, что это произошло Я не понимаю Где здесь пока Радость и удовольствие Вообще не понимаю Но я тебе все равно благодарен Потому что ты меня любишь Ты меня довел до этого момента Ты всегда 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 Делаешь то, что надо делать Я пока не понимаю И вот эта благодарность Когда ты благодаришь Когда ты входишь В состояние любви И благодарности Со Всевышним На третьем этапе Говорит Равшалу Маруш Открывает тебе Истинный замысел Всевышнего И тогда открывается тебе Позитивная сторона Того, что произошло И так делают все праведники Именно так они Воспринимают реальность И Поэтому Яков После того, как Как он женился На Лее А потом ему дали Рахель Он не возмущался Что было дальше Дальше было И Но все-таки Он любил Рахель И написано В тридцатом отрывке И вошел он Также к Рахеле Женился на ней И любил он Рахель Полностью Вообще Он прямо ее Сильно любил И служил он Еще семь лет За Получается За Рахель Не возмущался Да Теперь Вот А теперь смотрите Дальше что происходит И увидел Бог Ти Снуа Ле Увидел Бог Что Ле Снуа Снуа Это ненавидимо То есть Он ее Я тоже задавал вопрос Как такой праведник Мог ненавидеть Он ее Это просто Оборот речи То есть Есть любовь Есть ненависть Любовь это Когда ты хочешь С этим соединиться И это притягивает А ненависть Это когда ты хочешь Это оттолкнуть Это Это просто Такое Как бы Ну выражение Не то что он ее ненавидел Но он был Прилеплен полностью Любовью к Рахеле А получилось Что из-за этого Он был отдален от Леи Лея была одна А женщина Она получает Божественный свет И любовь Только через мужчину То есть Это так Всевышний сделал Что Когда он В первой серии Помните С самого начала Был Адам и Хава И когда он Дал Хаве Еве Да Девять проклятий Он сказал Ей Что мужчина Будет над тобой Властвовать И к тебе Его влечение К нему Твое влечение То есть Женщина ее влечет К мужчине Он для нее Как солнце Она как луна И Всевышний Через него Дает ей энергию А через то Как он к ней относится Отдает ему энергию То есть Это взаимный Такой Взаимный Да Процесс И получилось Что так как Яков был прилеплен К Рахеле И его вся любовь Шла на Рахель То Лея Она оказалась Она отодвинута была Да Снуа Ненавидимо Переводят это слово Нелюбимая Но что делает Всевышний Она то была Правенница Лея Она же была Хорошая женщина Которая была Правенница Которая Плакала Все детство Из-за того Что должна была Войти замуж За злодея Она этого не хотела Всевышний всех любит И он дает Компенсацию Каждому То есть В одном ты Недополучил В другом ты получил Или кто-то в одном Какой-то он там Супер Известный Талантливый И так далее Но надо знать Что он за это заплатил Что есть какая-то Сфера его жизни В которой у него Обязательно не идет И Всевышний увидел Что Лея Ненавидима И что И он открыл ей Открыл ей живот Матку Да Чем рожают Арахель была Акара Арахель была Бесплодная Вот пожалуйста То есть Он ее любил Арахель Но она бесплодная Лея Он ее не любил Но она начала рожать И забеременела она И родила ему сына И сказала Имя этого сына Реувен Реувен переводится Увидит Да Видящий Видящий Почему она его так назвала Потому что сказала Увидел Бог Мою 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 бедность Да Что мне не хватает И теперь Теперь меня будет Мой муж любить Она говорит Я же ему дала сына Значит он будет Меня любить Видите как все четко работает Да Увидел Бог Что мне не хватает И он мне восполнил А теперь мне и муж Должен восполнить А так же не бывает Ей же уже Женщине Когда ей не хватает От мужа Всевышний восполняет Через ребенка А женщина Которая самодостаточная Которая наполненная Полностью Всем наполненная Тогда Она становится Как бы больше Чем мужчина И тогда ей некуда Ребенка вставить То есть ребенок Он дополняет Женщину Значит Все Она надеялась Что мужа Будет любить И Она забеременела Второй раз И родила она Ему еще одного сына И сказала О теперь услышал Бог Что я ненавидима То есть Она продолжала Чувствовать себя Отдаленной Отвергнутой И теперь Дал мне И этого сына То есть Тут она уже не сказала Что он меня полюбит Но она поняла Вот этот вот момент Что Всевышний Ее наполняет Детьми А дети любят маму В любом случае То есть у детей Самая большая любовь Это к маме И она уже получала Любовь от детей И она уже не сказала Что теперь Меня полюбит муж И Забеременела она Снова Еще родила Одного сына И сказала Ну в этот раз Все Муж меня будет Теперь сопровождать И лаве И лаве Это как будет Со мной Последует За мной Я ему родила Трех сыновей Поэтому Назвала его Сына третьего Она назвала Леви Леви Это тот Который следует За ним Значит Она тоже знала Все знали Это пророчество Что у него будет Двенадцать сыновей Значит Она уже Троих родила Она уже считала Что Что уже Она как бы Вообще Полностью Хорошо устроилась И что Еще Она раз После этого Забеременела И когда Она четвертый Раз забеременела И родила сына И сказала Вот в этот раз Я уже Одэ С имя Иуда Это Теперь я уже Благодарна Богу Ватамот Миледет И она Закончила Рожать То есть Она была Полностью Наполнена Благодарная И в момент Когда человек Наполняется У него Уже Оп Закончила Рожать И тут Дальше Смотрите Как интересно Разворачивается И увидела Увидела Рахель Что Она не рожает Якову И она Начала Завидовать Рахель Своей сестре То есть Тут ей стало плохо Но как ей стало плохо Что такое зависть Зависть это Когда ты смотришь И думаешь Что кому-то лучше А тебе не хватает То есть Лее не хватало Любви мужа И Всевышний Наполнил ее детьми Но в момент Когда человек Наполнен Он может сам Себя вывести Из этого состояния Наполненности Чем Что он представляет Что кому-то лучше Чем ему И начинает Завидовать В этот момент Он создает себе В своей модели Себя и мира Состояние ущербности Он говорит Мне плохо Потому что ему хорошо Я хочу как он В этот момент Он делает разрыв Между состоянием Наполненности И благодарности В котором он живет И сравнивая Не понимая Что то Что у кого-то В чем-то лучше За это Он заплатил чем-то В чем у него Намного хуже Но то Что у человека Хуже Он скрывает То что у него Лучше Он показывает Другой человек У которого Может быть Все в этот момент В среднем Хорошо Более-менее Он в этот момент Видит только Ту выпуклую сторону Которую тот Выпячивает И говорит Мне не хватает И это называется Зависть Которая выводит Человека из этого мира Значит И Рахель Она увидела Что она не рожает Якову И начала завидовать Своей сестре И сказала Якову Дай мне сыновей А если нет Говорит То Мертва я Мета Анахена Говорит Мертва я Умру я Это очень Очень Опасная вещь Рахель Мы видим Здесь она сказала Если я умру Потом еще раз Она сказала Я умру Потом Яков Случайно сказал Там мы дальше Прочтем Что тот у кого Кто это сделал Пусть умрет И в итоге Все вот эти вот слова Умру Умру Они значит Привели к тому Что она умерла При вторых родах Это вперед забегаю В очень молодом возрасте Значит Она ему говорит Прямо Она ему говорит Дай мне сыновей И тут Единственный раз Который я помню В Торе Что Яков Разгневался Вот он не разгневался Когда его обманули Там не написано Что он разгневался Он не разгневался Когда его Исаф Хотел убить А здесь он Почему-то разгневался И разгневался Яков На Рахель И сказал Что Я Тебе Вместо Бога То есть Возможно Что он разгневался Что она сказала Ему Дай мне детей Что она его поставила Как будто бы он Всевышний И это вывело Его гнев Что это Единственный Допустимый гнев Это когда человек Гневается За Всевышнего Ну за то Что оскорняется Имя Всевышнего То есть Может быть Здесь это была Причина Он ей говорит Что Я Тебе Вместо Бога Это Значит Который Лишил Тебя Детей Значит Он ей говорит Смотри Я У меня дети есть Значит Это с тобой проблема Что Как ты можешь Говорить Дай мне детей Как будто бы Я что-то делаю Не так И Так он ей ответил И Она ему говорит А Тут пропущена Это устная тора Устная тора Объясняет Вот видите Все вот эти Пропущенные куски Объясняет Устная тора Она ему говорит Тогда Значит Вот тебе Моя рабыня Бильга Иди к ней зайди Она ему говорит Пусть она родит Пусть она тебе родит А я этого сына усыновлю И может быть Я тоже тогда Построю Построюсь Значит Через это Что было пропущено Рахель тогда ему говорит Смотри Ты некрасиво себя ведешь Она ему говорит Твой папа Ицхак Он молился За За Ривку Написано Помните Что они молились Вдвоем Он ей говорит Так У Ицхака Не было детей Других То есть У него вообще Не было детей Поэтому Она была бесплодна Он был бесплодный Они оба молились А у меня есть дети Почему я буду сейчас молиться Так он ей ответил Она говорит Авраам за Сару молился У Авраама уже были дети От Агари Родился Ишмаэль Но Авраам за Сару Продолжал молиться Чтобы у Сары был ребенок Ицхак На что Иаков отвечает Подождите Значит Сара Дала Аврааму Свою служанку Агарь Для того Чтобы родить детей И тогда Теперь нам понятно То что пишет нам Письменная Тора И сказала она То есть пропущено Все что говорит устная Тора То что я сейчас рассказал А она сказала Тогда возьми мою рабыню Через нее я построюсь То есть Дела отцов Знак для сыновей Они все жили По очень простой системе Дела отцов То что делал Авраам Ицхак И впоследствии Яков И мы поэтому изучаем Всю книгу Берешит Мы хотим понять В какой ситуации Как себя вести В какой ситуации Что сказать Какие есть люди Какой Лаван Какая Рахель Какая Лея Что сказал Яков То есть это не просто История Которая была когда-то Дела отцов Знак для сыновей Трое Авраам, Ицхак и Яков Они соединились Со Всевышним И привели знания Всевышним В этот мир Теперь Значит Мы изучаем Как они себя вели В общем Яков что сделал И она ему дала В жены Служанку свою И зашел к ней Яков Дальше уже Я не буду У нас закончились 20 минут Значит Вы можете Совершенно спокойно Скачать Значит У нас есть канал В телеграме Который называется Воикра На этом канале Есть все уроки Каждый день Мы туда размечаем Все уроки У нас день идет На Ваикре Более 10 уроков Разных Разных преподавателей Из них примерно 4-5 Объясняют Вот этот отрывок Который мы с вами изучаем Потому что мы все изучаем Одну недельную главу Но каждый Дает со своего ракурса Объяснение Значит Ну мы на телеграм-канал Выкладываем все уроки Потом в видеоформате И в аудиоформате Что удобно слушать С телефона Аудиоформат Как подкасты Значит И там же мы вкладываем Что можно скачивать Вот ту книжечку По которой я иду Книга называется Хитас Хумаш Это пятикнижие Тейлим Салмы И Таня Таня это книга Там Духовной глуботи вещи И значит Просто я не успел Сегодняшний отрывок Рассказать Потому что дальше Рожали служанки Значит И Завтра мы продолжим Божьей помощи Все Вам хорошего дня И очень вас прошу Потому что мы Как платформа Воикра Мы хотим Как раз Вот этот свет Свет добра С чего я начал сегодня урок Максимум распространить И поддерживайте преподавателей Поддерживайте уроки Делитесь уроками Можно взять Мы сделали такую возможность Что можно стать партнером Любому преподавателю И именно его урок Поддерживать Его самого преподавателя Если многие преподаватели Они не зарабатывают У них нет дополнительного заработка Есть которые работают Как я Например У меня есть основной заработок И это то что я делаю Я учусь И делюсь Просто Это не мой заработок Но есть преподаватели Которые оставили Полностью все В этом мире И они занимаются Только изучением Торы И обучением Торы И очень классно До этих преподавателей Поддерживать Выбрать себе Такого преподавателя И стать для него Как его командой Как написано В притчах Царя Соломона Что счастлив человек Который Держится за Тору Сам Обязательно нужно Самому учиться В этом хе Тот кто поддерживает Тору Он Будет счастлив все время Он увеличивает Эту силу То есть Очень важно Не только Слушать Мне здесь Очень нравится Такая Одна идея Это Раф Джонатан Сакс Он сказал Он был рафом Англии Он говорит Человека делает Религиозным И связывает с Богом Не то что он Слышит Или получает Так бы все Были бы религиозны А только то что он Делает ради Всевышнего То что он Выполняет заповеди То что он Приближает Кого-то к Торе Поэтому Очень-очень важно Получать И давать Все И давать надо больше Потому что мы видим Вот это равновесие Если вы хотите все время Быть наполненным То важно Важно Выдавать другим людям Как бы пропускать Через себя это добро Иначе получается Задержка Все Удачи Успехов Хорошего дня Удачи Удачи